Девочки, давайте приготовим вот такой шашлычок. Шашлычок из свининки. Да, Мирусь? Да! Вкусный! Вот такой вкусненький свининочка. Мариновалась так вкусняшечки. Вот. Давайте, девочки, начнем готовить. И суп. Здравствуйте! Сейчас мы вам покажем, как мы маринуем свиной шашлык. Шашлык из свинины. Вот мы взяли лучка, свининка у нас, мякоть тут 6 килограммов, лука полтора килограмма, но если его будет мало, мы добавим. Так, молотый кориандр, черный перец, соль и помидоры. И вот такая вот у нас заправочка. О ней мы вам все расскажем. Начинаем готовить. Девочки, вот начали резать мяско. Вот, 6 килограмм мяса. И режем лучок. Вот так пополам. Мельчить его не надо. И вот так наполовинку. Лука полтора килограмма. Если его мало будет, мы добавим. Вот так вот мы все шинкуем. Делаем вечером, то есть даже уже ночь. Париноваться будет тоже всю ночь. А завтра будем все это жарить. Покажем, как. Кусочки режет Саня вот такие. Вот, потому что палочки у нас не будут маленькие. Ну, вот такие где-то кусочки. Вот, сейчас все. Лучок нарежем. Мяско нарежем. И будем заправлять дальше. Ну, вот мы нашинковали наш лук. Нарезали наше мясо. Осталось дело за помидорами. Ой. Значит, пополам. Вот так вот. И вот на вот такие вот полукольца. Вот такие. На полукольца. Тоненько. Потому что все равно эти помидоры у нас будут сейчас руками прям сильно-сильно давиться. Как хотите. Как вам удобно будет, так и нарезайте помидорки. Можно вот так. Все равно они все перемолятся, перемелятся. То есть, так вот. Можно вот так. Если, например, время нет, то если свинину будете жарить, ну, часа четыре нужно, мне кажется, чтобы мясо хорошо промариновалось. Все, помидор наш готов. Что мы теперь делаем? Берем черный перец. Вот. Я все добавляю по вкусу, девочки. Так, вот наш черный перчик. Кому как нравится. Кто любит побольше, кто любит поменьше. Но так как здесь 6 килограммов мяса, я добавляю побольше. Вот, черный перчик есть. Дальше что у нас идет? Идет кинза. Ой, кориандр, да. Кориандр молотый. Кинза это зеленая. Так. Я добавлю одну ложку столовую. Видите, горки какие. Вторую. Так, третью ложку. Давайте еще одну, четвертую ложку. Не забываем, что тут 6 килограммов мяса. Соль. Крупная, обычная солька. Тоже не пересолить, потому что когда мясо жареное, оно будет казаться еще более таким соленым. Ну, вот две ложки столовые, куда девать. Даже вот это вот убираю. Теперь что, девочки, я перчатки не одеваю, потому что это буду, надо все мясо мне хорошо-хорошо размешать, и чтобы оно пропиталось вот этими всеми специями. То есть лук, вот он, лук вот прям вот, вот эти помидоры, смотрите, что мы делаем, вот так прям их, вот так прям эти помидоры, видите, чтобы вот прям одна шкурка осталась от них. Вот так вот сверху мы все вот эти вот, весь лучок, помидоры, специи, мы должны вот прям сильно-сильно подавить. Вот прям вот сильно, чтобы сок пустили. Тогда будет вкусно. Так, сейчас, секундочку. Вот так вот, чтобы видно было хорошо. Вот так вот этот кучок. Вот, все, подавили хорошенечко. Перемешаем все мясо с луком, с помидорами. Ой, как будет вкусно завтра. Так вот, все. Чтобы каждый кусочек был вот в этой смеси. В кучке, в помидорках. Все, лука вот как нашинковали полтора килограмма, нам хватит, потому что его видно. Лук должен быть виден. Видите, вот помидор. Вот так его. Помидоры, конечно, сейчас зима, невкусные, но все равно лучше такие, чем никакие. Вот помидор, так прям его. А теперь, пробуем на соль. Все отлично. Мы маринуем шашлык вот с таким, девочки, чефир. Это черный чай, крепкий чефир. Вот, мы его, значит, заварили. То есть, закинули заварку, залили водичкой, кипяточком. Остудили. А теперь заливаем наш шашлык. Заливаем так, чтобы, видите, как вот, размешало, весь чай вниз осел. Еще добавим. Девочки, это будет очень вкусно. Я, меня так научили ребята с Владивостока. Вот, там они так маринуют шашлык. Рецептов шашлыка очень много. Кто как, кто в минералке, кто уксус добавляет, кто зыру. Я, например, зыру не люблю в шашлыке. Вот, ну, не люблю. Все. Видите, вот такая вот жижечка сверху. Если сделаете много чая, то вот эта вот вкусняшечка, ну, как будет, она вся осядет. Вот, то есть, жижечка сверху. Солька. Отлично. Теперь мы это закроем крышкой, уберем в холодное место. А завтра утром начнем жарить шашлыки. Все. До завтра. Девочки, доброе утро. Всем доброе утро. Да, вот пришло наше утро. Сегодня у Сани день рождения. Саня, днем рождения. Спасибо. Да. Смотрите, что у нас, значит, получилось. Девчонки, вчера, вот как всегда, но я только учусь, извините меня, пожалуйста, вот, добавила вообще еще сюда побольше кориандра на вкус и добавила сушеный, сушеный чебрец. То есть, вот эта муравушка, травушка, она будет видна. Сейчас настрою камеру. Вот, видите, вот такая получилась, вот такого цвета получилась мяско. То есть, чай, вот этот, чай, чефир, его не видно, он, то есть, не плавает мясо, не нужно его много. Соль по вкусу пробуйте. Черный перец по вкусу пробуйте. Так, что еще, кинзу. Кинзу постарайтесь, молотый, кориандр молотый, молотый, но не жареный. Молотый, не жареный. Потом, что еще у нас? Сань, давай быстрее. Молотый, не жареный. Ну, и вот так все специи. Лука, помидоры, вот все специи накидали, вот так сильно-сильно пожмякали, размяли, да, солью именно вот эти вот, лук с помидором, вот это, а потом уже смешиваете с мясом. Вот, заливаете вот этим чаем. Чефир крепкий-крепкий, чай не сладкий, без сахара. Вот, и мы оставили на ночь. Вот на ночь мы оставили, вот так вот оно замариновалось. Цвет мяска, видите, вот, ну, полностью все промариновано. Вот у нас вот такие шампура здесь убийцы. Сейчас Саня будет нанизывать. Давай, Сань. У нас на улице выпал снег. На улице сегодня, кстати, да, и праздник сегодня. Старый Новый год. Снежок идет. Ну, вчера было плюс 12. Вот так нанизываем. Нанизываем шашлык так, чтобы был он равномерный. И вот этот лук весь мы скидываем. Почему? Потому что лук при жарке начинает гореть. Да, старайтесь резать куски, чтобы они были равномерные. Чтобы вот такой вот не висело. Как-нибудь скручиваете жирочки все вкусненькие. И вот нанизываете вовнутрь. И все, и жарите на мангале. Пойдем сейчас на как-то, вот это все соберем, все эти палочки, шампуры. Вот. И пойдем дальше жарить. Девочки, ну вот, выходим жарить наш шашлычок. Вот такая будет вкуснятинка. На углях. А, это будет что-то. Да. Там еще столько мяса. Просто шампуры. Надо еще шампуры, да, Сань, подкупить. Сейчас будем. Дымочек, как пойдет, первый. Все, не надо, не зови его. А можно тоже к ним побежать? Нет, там грязно. Снег выпал, и вон все тает. Вот такая вкусняшка. Где это-то пахало? Да не надо, тут жар. Давай сюда. Обязательно надо разогреть, чтобы дымочек пошел. Ну, он не так жарит. Я понимаю. А зачем ты так близко мясо поставил? Расстояние сделай, чтобы оно прожаривалось. Ну, вот и сделай расстояние. Вот такая красота. Все, девочки, жарим шашлычок. Да. И сейчас будем ням-нямки делать. Ой, девочки, как вкусно! Какая вкусняшка! Жарится. О, дымочек какой. Еще знаете, что любим делать? Хлебушек пополам режем. Ну, когда уже шашлычок прожарится. О! Видите, надо переворачивать, потому что там хороший очень такой жар. Видите, вот. Вот так вот эти палочки. Ух, дым прям на лицо неудачно поставили. Надо было на ту сторону. Ветерок сюда идет. Ой, короче, вот такая вот красота, девочки. Запах идет обалденный. Мясо промариновалось, а всю ночь мариновалось. Посмотрите, какое оно вкусное. Вот такой вот шашлычок. Всем привет! Да, Ром, что мы сегодня делаем? Шашлыки. Жарим шашлыки, переворачиваем. Переворачивай Ромочку, чтобы не подгорел. Ага. Рома сегодня главный шашлычник, да? И Веруся. Всем привет! Всем привет, да! А, Вера. Не обожгись, чтобы который поджарился, он был сверху. А который сырой, снизу. Смотрите, железо не касайтесь, потому что оно горячее. Вера, не касайся. У нас вот выпал снег, девочки. И видите, вот все с крыши. Кап-кап-кап. Так вот мы задымили все, всех соседей. Так вот у нас дым. Ой, а вот это вот пожар, мы вот что делаем. В баклажечке водичка. Вот так вот чуть-чуть на это место и все. Хорошо прожаривайте, чтобы главное не был сырым и горелым. Вот, переворачивай этот кусочек. Холодно сегодня, да, что-то? Угу. Я хочу с этой стороны. Верусь, не обожгись только, ладно? Все. Смотрите, какая вкусняшка. Мы берем хлебушек, уже когда практически пожарился шашлык, и вот этой мякушкой книжу будет очень вкусно. Вот так вот, пусть хлебушек пропитывается шашлыком, дымком. Ой, дым прямо в лицо. Какая вот вкусняшка. Хлебушек. Смотри, смотри, надо переворачивать, а то это... Девочки, пробуем. Сань, пробуй. Как у нас шашлычок получился. Вкусненький, нет? Ммм, обалденный. Всем советую. Да? Прожарился? Прожарился, вот. Не сырой? Не сырой. Вкусняшка. Сань, ты так кушаешь, надо вкусно кушать. Сейчас, девочки, я покажу, как надо вкусно кушать. Девочки, ну вот скажите, что Саня невкусно, да, кушает? Саня невкусно, вот так чуть. На дорогах, как в касказках пленится, да? Есть! Девочки, с лучком. Лучше не пейли. С огурчиком. У нас ведет слюнка, так как пожарит и шашит. Садись. Давай. Вот, девчата, делайте шашлык, варенуться. Иди сюда. Спасибо всем за просмотр. Будем есть. До встречи. Продолжение следует...